Привет, мои скауты, с вами Кьюбайт, и добро пожаловать на распаковку бокса. И сегодня это немного необычный бокс, если вы не смотрели мою прошлую распаковку посылки из США, то вы немного не знаете, о чем идет речь. Я обычно распаковываю Marvel Collector Corps, или Легион Коллекторов, или Коллекционеров, но сегодня у нас бокс от Стэна Ли. Вы же знаете, кто такой Стэн Ли, да? Он не только в фильмах Marvel появляется. Не только. Вот такая вот здоровенная коробка мне от него пришла. Ну, не совсем от него, а от компании, которая занимается производством коробок с его лицом и с его именем. В общем, это The Стэн Ли Бокс. Насколько я помню, это январская коробка. Так, вот, да, она была сделана 19 января, то есть упакована 19 января, вот там что-то уже трещит. На самом деле она довольно тяжелая, и мне кажется, что она намного тяжелее, ну, не намного, но чуть-чуть, по крайней мере, точно тяжелее, чем Marvel Collector Corps, или Legends of Collectors. И перед тем, как мы начнем, мне было бы очень приятно, если бы вы поддержали этот ролик лайком. И сегодня еще должен быть ролик по игре Injustice 2, но только на мобильное устройство. Она вышла, там еще супер-бета, короче, сегодня будем пробовать. Incredible! Wait. И посмотрите, здесь даже есть пункты, как нужно распаковывать эту коробку. Включите камеру перед тем, как открывать. Ну, у меня камера включена, уж точно. Откройте коробку, давайте это сделаем. Воу, офигенно! Эй, подожди. Да, откройте коробку, и потом загрузите, ну, сфоткайте то, что вы открыли, загрузите куда-нибудь туда, в социальные сети, сделайте хэштег и прочее. Но мы сегодня делаем видео, это даже круче. Посмотрите, как коробка выглядит внутри. Это просто, это реально божественно, на мой взгляд. Вот черный окрас внутри, посмотрите, здесь по-по-по-по-по, бач. Вот дизайн у этой коробки намного круче, лично на мой вкус, чем у Marvel Collector Corps или у прочих-прочих коробочек, которые примерно копируют дизайн у Marvel Collector Corps. Первое, что здесь идет, это вот такая брошюра. Давайте перед тем, как я вам ее покажу, я вообще гляну, что здесь такое. Да, естественно, здесь есть небольшое предисловие от Стэна Ли самого, и вот так его компания называется. Опять же, выполнено все очень круто, такое, знаете, под старину, все затертое. Ну, здорово, мне очень нравится. И да, хорошо, что я вам не показал, потому что в этой брошюре все содержимое коробки. Не буду спойлерить весь ролик, давайте начнем по порядку. Первое, что идет в этой коробке, это комикс с эксклюзивной обложкой. Если вам не нравится черно-белый вариант, здесь есть и цветной вариант. Это комикс Champions, серия Champions, который недавно вышел, и он, кстати, довольно крутой, советую почитать. Вот, и это действительно эксклюзивные обложки. Что удивительно, я думал, что в этой коробке особо эксклюзивов не будет, но это эксклюзивно. Немного обидно, что упаковка порвалась именно на цветной версии. Посмотрите, но с большой посылкой комиксов я еще заказал вот такие обертки, заказал вкладыши и прочее. То есть, ну, для меня это как бы не проблема будет, но все-таки обидно, что здесь комикс, кстати, в порядке. То есть, ничего с ним не случилось. Сейчас мы откроем, пролистаем. Давайте, наверное, ну, не знаю, любую версию. То есть, они не отличаются, просто это цветная, это черно-белая. Давайте откроем цветную. Оу, кстати, я не заметил. Здесь еще на вариантной обложке, посмотрите, есть Стэн Ли. Вот он замечательный прячется, прям за Халком. Да, теперь открываем. По традиции комиксов Марвел, в Марвеле очень много рекламы, прям супер много, вот чуть ли не через каждые 2-3 страницы. Так, ну, о, кстати, вот реклама Monster Unleashed. Круто, здесь есть код на первый выпуск Monster Unleashed. То есть, ну, на, естественно, электронную копию. Ну, блин, это здорово. Это офигенно цифровую копию, конечно же. В общем, ну, комикс классный, советую почитать. Ну, естественно, с первого выпуска, потому что это третий выпуск. Но здорово, что два комикса, то есть, две вариантные обложки. Это всегда хорошо. Блин, мне придется вам заспойлерить немного, совсем чуть-чуть, но вы должны это увидеть. Посмотрите, как это упаковано. Просто офигенно. То есть, здесь две фигурки и здесь вот такая вот мягкая штука. Это типа как опилки. Ну, как же это атмосферно и круто выглядит, посмотрите. Вообще, по-моему, супер здорово. Вот только одна проблема, теперь все в этих опилках. Ну, я имею в виду то, что было в коробке. Но ничего, это легко стряхнуть и так далее. Первая фигурка, которая идет в комплекте, это фигурка от Фанка. И это серия Rock Candy. Замечательная серия, на самом деле, она мне очень нравится. И, насколько я понял, в этой серии только женские персонажи. У меня есть уже Supergirl, она была в одной из коробок Legends of Collectors. Короче, Легион коллекционеров. Что-то у меня с названиями постоянно путанится. И, кстати, что забавно, у Фанка даже здесь башкотрясы, именно у Марвел. Потому что вы знаете, что фанкопоп марвеловские, они башкотрясы. А фанкопоп DC-шные, они не башкотрясы. То есть, это такая эксклюзивная штучка у Марвел именно. И даже сюда она перенесена. То есть, эта фигурка башкотряс, что, опять же, забавно. То есть, это странно. А Supergirl у меня с обычной головой. То есть, она крутится, но не трясется. Здесь же такое есть. Я не могу сказать, что это прям супер большой плюс. Но просто я об этом сказал. В общем, сама фигурка классная. Действительно, все покрашено идеально. Все нравится мне. Капитан Марвел реально клевая. У меня есть Капитан Марвел Мистери Минис, тоже от Фанка. У меня теперь много Капитана Марвел. К сожалению, фанкопоп еще нет. На обратной стороне коробки есть еще фигурки из серии Марвел. Роккэнди. Здесь у нас Женщина Халк, Спайдер Гвен и Женщина Тор, которая Джейн Фостер. В общем, довольно здорово. Клевая фигурка, но не эксклюзивная. Хочу отметить, что фигурки в этой коробке не эксклюзивные. Вы можете их свободно купить и, короче, все окей. Следующая фигурка, а точнее статуэтка по фильму Гражданская война. Или Первый мститель противостояния, как было у нас в локализации в русской. В общем, это больше статуэтка. И я думал, на самом деле, что она будет в разы больше. То есть я думал, что она примерно вот такая. Дело в том, что я эту фигурку видел очень давно. Еще хотел ее заказать. И на примете у меня есть даже флэш и Дэдпул из этой же коллекции. То есть эта компания, кажется, Quantum Mechanics, что-то такое. Да. И у них есть офигенный флэш. И у них есть офигенный Дэдпул. Я уже давно их хочу заказать. Но вот у меня теперь пришел вот такой Капитан Америка. Замечательный. Если брать эту статуэтку с расчетом коробки, то, конечно, она не эксклюзивная. Это минус. И она маловато. Я думал, что она побольше. Но это именно мои размышления. То есть я думал, что она больше. Если бы она была больше, то я бы такой, окей, все нормально. Вот. Мне нравится подставка. Мне нравится, что на подставке есть еще такая гора, на которой стоит сам уже Капитан Америка. Он с щитом. Вообще очень клевая поза. То есть сама фигурка действительно качественная. Все здорово детализировано. Каждый там шовчик прорисован. Все цвета яркие, насыщенные. Действительно правильные. И что удивительно, это по-настоящему хорошая статуэтка Капитана Америка. По фильму Первый Мститель. Противостояние. То есть я бы с удовольствием его куда-нибудь поставил. Но, скорее всего, я его туда помещу. Ну, может быть, его раскрою. Куда-нибудь на полочку поставлю. Но он слишком маленький. Я бы хотел, чтобы он все-таки был побольше, покрупнее. Так было бы лучше, на мой взгляд. То есть, допустим, как Бэтмен, который у меня есть. Сейчас покажу. Ну, я понимаю, что он и стоил бы, наверное, раза в два. А то и в три дороже, если бы он был вот такого размера и такого качества. Но все же. Вот я бы хотел такого. Но офигенно. Следующее, что было в коробке, это довольно необычная штука. Потому что раньше я такого не видел. Это карточка. И это не просто карточка. Это карточка с интересным фактом. Который написан сзади. И, в общем, изображение Стеноли. Такое же, как было на коробке. И здесь факт. И все это вот в такой, как бы, в таком ламинате. В общем, здесь описан принцип полета Тора. Что удивительно. В общем, как Супермен может летать? Он просто берет и каким-то образом взлетает. А как это делает Тор? Он берет молот. Секунду. Он берет молот. Потом берет его кожаный ремешок. Ну, у меня не кожаный. Но ремешок все-таки вот он есть. К сожалению, я свой молот прокрутить вокруг запястья, как Тор, не смогу. И, в общем, чтобы он вот так крутился. Но вы примерно представляете. И вы видели это в фильмах. То есть, он крутит молот. Отпускает. И молот улетает в космос. И Тор летит вместе с ним. То есть, за счет того, что он прикреплен к ремешку. Вот так это работает. Вот так летает Тор. Вы теперь это знаете. Следующее, что было в коробке, это... Вы, наверное, уже заметили. Это ТПБ Супериор Спайдермен. В общем, это первый том. Вы можете узнать. Тем более, на русском языке все это выходило. Все шесть томов. Так что, можете прочитать это на русском. Но здесь, на языке оригинала. То есть, на английском. И, к сожалению, это не эксклюзивная обложка. Или что-то вроде этого. Просто оригинальная обложка. Но, все равно приятно. То есть, положили Супериор Спайдермена. И это здорово, разумеется. Вот так выглядит русская версия. Вот так выглядит оригинал. То есть, русская версия, она, ну, в два раза толще. Из-за того, что бумага там, некоторые дополнительные материалы и прочее. В общем, а вот так выглядит оригинал. Но, все равно приятно. Я рад, что теперь у меня есть и оригинальная версия Супериора. А вот это действительно необычно. Здесь есть книжка Останили. Серьезно. Эээ, какого черта? Удивительные мемуары. Посмотрите, это реально книжка. Блин, кстати, супер обложка просто великолепная. Мало того, что она действительно выполнена круто. Здесь рисунок классный. Она, посмотрите. О, тут офигенные текстуры. То есть, по качеству. Это, по-моему, самая клевая супер обложка, которую я пока у себя в руках держал. Вот. И давайте снимем супер обложку. Посмотрим, что там есть. Ну, кстати, без супер обложки выглядит тоже очень неплохо. На мой взгляд. И давайте глянем, что это вообще такое. Блин, интересно. Что здесь будут за рассказы-то? Вот, кстати, пример того, как Тор раскручивает Мьёльнер и взлетает. В общем, насколько я понял, здесь смесь Стэна Ли и истории супергеройских. В общем, все это как-то намешано. Но интересно. Я очень хочу об этом почитать. Очень хочу посмотреть, что это вообще такое. Блин. Необычно и неожиданно. Очень неожиданно. И последнее, что было в этой коробке, это... Портрет Стэна Ли. И вы можете подумать, что «Вау, здесь же роспись Стэна Ли, значит, это будет стоить миллионы». Не совсем. То есть, это просто на рисунке, а это уже распечатанная штука. Так что, ну, стоит, может быть, один доллар, что-то вроде этого. Но все равно приятно такой портрет. Его можно повесить. Двусторонний скотч куда-нибудь на стену или на стеллаж. И все равно будет приятно смотреться. Действительно, хорошая работа. К сожалению, всю коробку мы распаковали, все достали. Там она уже полностью пустая. Но она все равно клевая. Я ее по-любому оставлю. Никуда одевать не буду. Потому что мне нравится ее внешний вид. Хотя, скорее всего, следующие коробки будут примерно такие же. И да, я уже заказал еще следующую коробку. На самом деле, это произошло случайно. То есть, у меня подписка оформлена была. И коробка уже сама заказалась. В общем, она ко мне скоро придет, наверное. Ну, может, через месяц где-то так. В общем, что я хочу по итогу сказать. Коробка клевая. И она отличается от Marvel Collector Corps тем, что здесь меньше эксклюзивов. Здесь больше она, естественно, посвящена самому стену Ли. Что, наверное, для некоторых минус. Но могу сказать точно, что эта коробка лучше оформлена. То есть, она реально с душой оформлена. То есть, вы видели все эти пилочки. Все так душевненько. Она потяжелее. Вещей здесь не прям, чтобы больше. Примерно точно так же. То есть, там, допустим, в Marvel Collector Corps бывают всякие футболки, кружки. Что там? Кепочки. Вот. Здесь такого нет. Здесь больше вещи, которые посвящены именно Стэну Ли. Но все равно очень приятно. И, кстати, Стэн Ли Бокс стоит, по-моему, даже дороже, чем Marvel Collector Corps. Я точно не помню, но мне кажется, что дороже. В любом случае, если вы ролик досмотрели до конца, то буду рад вашей поддержке. Оставляйте свое мнение в комментариях, понравилась вам коробка или нет. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok